К другим темам. Аудиторы счетной палаты заявили о том, что так и не введенный в строй метрополитен грозит аварийными ситуациями. Грунтовые воды могут размыть подземные сооружения. И это не единственный объект в городе, в который вложили федеральные деньги и заморозили стройку. Сколько нужно Омску, чтобы возродить эти проекты и кто должен ответить за выявленные нарушения? Об этом в нашей студии мы поговорим с депутатом Законодательного собрания Омской области, руководителем дискуссионной площадки «Честная и эффективная экономика Общероссийского народного фронта» Вячеславом Васильевым. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Вячеслав Михайлович, наверняка метрополитен – это не единственная площадка, не единственный объект с участием федеральных денег, с привлечением их, который не был достроен. Это Красногорский гидроузел. Денежные средства, которые были выделены, но фактически не освоены. Можно, конечно, говорить о банкротстве компании, которая была генподрядчиком Мостовика, но, тем не менее, по документам больше, чем 50% денежных средств было выделено и освоено. По факту, когда приезжаешь на объект, видишь, что там такого, конечно, нету. О каких федеральных суммах идет речь? 5,5 миллиардов рублей – это федеральные денежные средства. А самое важное, что после того, когда, как говорится, 50% было освоено денежных средств, выяснилось, что необходимо производить корректировку проекта. Производили корректировку проекта, и, как обычно бывает, сумма на достройку гидроузел увеличилась еще вдвое, составляет порядка 14 миллиардов рублей, которые нигде, конечно, не заложены. Кто виноват? И кто должен за это ответить? Действующее руководство говорит, что это все было от предыдущего руководства. Министры все сменились, ответственных никого нету, поэтому сейчас проходит новая экспертиза. Будем обращаться в федеральные структуры для получения дополнительных денежных средств и пытаться достраивать или хотя бы консервировать ту часть, которая на сегодняшний день сделана, потому что может произойти беда, произойти обрушение. Если вот еще кратко перечислить те объекты, на которые, или те программы, на которые федеральные средства выделялись, но эти объекты не построены, эти программы не реализованы. Вот сколько? Это достаточно масштабный, большой список получается? Это большой список получается. Это программа, связанная и с расселением аварийного ветхого жилья. Второе. Это предоставление детям-сиротам жилья. Это объект, галерка, который до сих пор не закончен. Это всем известная больница на Левом берегу, которая была начата, и, соответственно, по каким-то причинам, которые, наверное, всем понятны, остановлены, разорван контракт. Это и метро, которое, конечно же, хотелось бы, чтобы было, но под таким прогнозом, как сейчас, что идет, его не будет. Это чисто омская история или в Новосибирске, в Кемерове, в Томске что-то подобное есть тоже? Вы знаете, сказать, что омская история, наверное, это не совсем будет правильно. Есть определенные ошибки, которые в управлении присутствуют. Ну а вот по тем объектам крупным, которых я на самом деле не слышал, в соседних регионах такая ситуация была. Из Новосибирска самолеты летают, в метро ходят. Соседние регионы участвуют в большем количестве федеральных программ на долю софинансирования, ведь их очень много. Вот федерал деньги дают, мы с горем пополам какую-то часть осваиваем, что-то получается, что-то нет. Понятно, что это все не оправдание. Чем это может грозить нам? Больше не будут давать? А нам и так, мне кажется, все меньше и меньше дают, потому что, если даешь раз, вот помните историю с Омской крепостью, когда готовы были выделить и уже включили в проект закона при подготовке к празднованию 300-летию порядка 3 миллиардов рублей только на центр города? Фактически 500 миллионов, и то коряво. Как можно ситуацию исправить? Можно ли? Да можно, конечно, исправить. Правильно и своевременно готовить все документы, которые необходимы для участия в конкурсе. Раз, очень ответственно подходить к получению и расходованию денежных средств. И там же все прописано. Понимаете, проблема, когда нет денег, а когда есть деньги и они выделяются, их надо просто рачительно, правильно, скрупулезно использовать. Может быть, показательно наказать кого-то? Еще раз говорю, наказывает у нас, наверное, все-таки... На ваш взгляд. Нет, я понимаю, что не вы, естественно, наказываете, но... Я думаю, те люди, которые отвечают за это, все равно они это видят и поймут, что надо более ответственно работать, либо не работать. Спасибо, Вячеслав Михайлович, что нашли время и пришли к нам в студию, чтобы ответить на эти вопросы.